Для того, чтобы нам с вами поработать над дыханием, в движении, нам нужно подвигаться во всех плоскостях. Мы встаем сейчас на четвереньки, можно поставить руки чуть дальше от коленей, побольше расстояния взять. И мы потянемся тазом назад на вдохе. Выдохом подкручиваем таз, делаем круглую спину и переводим вес тела вперед на руки. На вдох снова уходим назад и выдохом, как вы уже умеете, подтяните мышцы тазового дна, сократите их, помогите себе мышцами пресса и перейдите вперед, поддерживая немножко живот активно. Если вы чувствуете, что у вас сильно вываливается домик и вы не можете контролировать его в момент, когда переводите вес на руки, поставьте руки ближе к ногам, уменьшите этот рычаг и подвигайтесь хорошо. Важно, чтобы в этом движении ваш позвоночник полностью вовлекался в движение. За копчиком тянемся, тянемся назад, грудная клетка чуть проваливается, локти мягкие, расслабленные, голова смотрит еще какое-то время вперед. Потом таз подкручивается и круглой спиной переносим вес тела на руки, оставляя таз подкрученным, но не проваленным, а немножко наверху. И опять вдох, подтянув мышцы тазового дна и пресса, перевели вес вперед. Снова вдох, перевели и отсюда мы поменяем направление. Мы будем совсем слегка сгибать локти в стороны и как будто подныривать вперед на вдохе и на выдохе, отталкивая руками пол от себя, спиной тянемся назад. Вдох, вдох, и когда вы момент выталкиваете пол, вот здесь на выдохе ощутите, что у вас живот прям влип туда, в позвоночник, подтянулась поперечная мышца живота и область тазового дна. Вдох, выдох, вдох, прошли вперед, выдох, ушли, еще разок, вдох и выдох. И теперь мы подойдем поближе руками к ногам. Встаньте так, чтобы у вас был четкий четырехугольник. Руки строго под плечами, колени строго вертикально. На вдохе мы попробуем соединять лопатки вместе. То есть вы не в пояснице сейчас прогибаетесь, а пробуйте лопатки вместе соединить на вдохе, как будто вдохнуть вот сюда в переднюю часть грудной клетки. И на выдохе, опуская голову, растяните пространство между лопаток. Почувствуйте, что вы давите руками в пол и сильно-сильно давите стопами в пол. Колени как будто вот-вот оторвутся от пола. В этот момент, когда вы начинаете колени как бы приподнимать над полом, ощутите свой живот. Он должен стать активным. Вдох, лопатки соединяем вместе. Руками можно представить, что вы чуть-чуть рвете коврик вправо и влево. И выдохом вы вытягиваетесь вверх, как будто хотите приподнять колени над полом буквально на пару миллиметров. И опять вдохом опустимся. Еще раз. Выдох, выдох, толкаем живот, активируем, подтягиваем мышцы тазового дна. И держим столько, сколько сможете. И добавим сюда на выдохе сейчас дыхание Уджайя со звуком Х. И полный вдох носом. Еще два раза. Полный вдох носом. Пережимаем голосовую щель. Помогаем себе выдыхать. Обязательно поясница и тянемся вверх. Руки здесь работают. И это нормально. Отлично. И мы переходим с вами на бок. Ложимся сейчас на левый бок таким образом, чтобы у вас ноги были согнуты под углом 90 градусов. Коленка на коленке плотно лежит. Нижней рукой, нижнюю руку мы убираем под голову, так чтобы пальцы лежали на затылке. И представляем, что мы лежим вдоль стеночки. Ровненько вытягиваемся за головой в одну сторону, через седалищные кости в другую, чтобы под нижним боком образовалось небольшое пространство. То есть вы не свалены, вы лежите. Вытягиваем правую руку вперед. И на вдохе сейчас рисуем этой правой рукой большой-большой круг. Делаем вдох. Хорошее раскрытие грудной клетки. Тянемся через каждый палец правой руки в длину. И выдохом возвращаемся. На протяжении всего движения дышим носом. Вдох. Раскрылись. И выдох. Возвращаемся. Ваша задача нижней рукой хорошо поддерживать голову, для того, чтобы не напрягалась шея, и вы могли хорошо расслабить весь шейный регион, больше внимания и уделить тому, что вы удлиняетесь как будто от таза через боковую поверхность, через грудные мышцы в сторону. И возвращаемся. Вдохом дышим, уходим назад. Ощущаем, как правая лопатка, как будто прилипла к ребрам. Она помогает им там сзади собраться и разогнуться. Выдох, возвращаемся. Вы можете сейчас остаться в этом положении разгибания, вытянуться хорошо головой, сконцентрироваться на своем дыхании. Колени остаются вместе. Если вы чувствуете, что вы хотите развести колени, то останетесь чуть выше. Нам важно, чтобы вы именно грудную клетку повернули, поэтому будьте внимательны. Поворот только в грудном отделе. Отсюда мы начинаем сгибать правую руку к себе, локтем тянемся к тазу, как будто удлиняете линию от правого уха к правому плечу. Выдох. И на вдохе эта же правая рука тянется вверх, хорошо-хорошо поднимая лопатку, прям прижимая плечо к подбородку. Выдох вниз, но опять же дышим носом. Я дышу ртом, потому что постоянно говорю, трудно сохранять другое дыхание. И опускаем руку вниз. Вдох и выдох. Вы как будто массируете своей лопаткой, собственной свою зону между лопаток. Очень хорошо, кстати, снимает это упражнение болевые синдромы с лопатки или пространство между лопаток, если они там есть. И аккуратненько возвращаемся через круглую-круглую спину, тянемся хорошо рукой вперед в диагональ и меняем в сторону. Переворачиваемся на правый бок, ноги также сгибаем в коленях, правую руку теперь убираем под голову нога на ноги, угол 90 градусов. Правая рука держит голову сзади за затылочную кость, левой рукой потянулись под нижним боком небольшое пространство и по кругу, поддерживая правой рукой голову, делаем вдох, хорошее раскрытие и выдох вернуться. Вы можете ощутить и сравнить разницу, какая между правой и левой стороной. В одну сторону уже прям хорошо раскрывались, в ту предыдущую, а в эту сторону с таким трудом, со скрипом идет движение. Это нормально, потому что тут мы разогрели, а это пока еще сырая. Следите обязательно за тем, чтобы ваш правый бок не падал вниз. И вы большой круг делаете, ладонь смотрит вверх, тыльная сторона ладони в пол смотрит, а рабочая, так скажем, сторона ладони смотрит в потолок. Хорошо, раз вытягиваемся через каждый палец левой руки, создавая ощущение, что вы вытягиваете всю фасциальную, нервную ткань прям от грудной клетки. Выдох, возвращаемся. Приятное достаточно упражнение, если вы его запомните, будете делать каждое утро, просыпаясь, ваш грудной отдел будет счастлив. Оставьте сейчас левую руку здесь же, раз вытяните как будто нижней правой рукой себе голову, помогите удлиниться через весь позвоночник, и на выдохе сгибаем левый локоть, подтягиваем локоть к тазу, ощущаем, как лопатка левая опускается, и на вдохе вытягиваем эту же руку вверх, вдоль пола. Выдох, локоть опускается, и вы ощущаете, как это движение лопатки создает там некое такое скольжение ткани и движение грудного отдела, вам хочется чуть изогнуться и помочь. Это может быть движение по ощущениям на грани комфорта, что-то из разряда больно приятно. Потянули локоть вниз, вдохом вверх, выдох, вдох, выдох, и плавненько вернулись. Потянулись за рукой, чуть-чуть вдохнули в пространство между лопаток, и теперь переворачиваемся с вами на спину, ложимся, руки разводим в сторону, ноги остаются согнутые на полу. И мы подвигаемся с вами по тазам, выполним упражнение тазовые часы, так называемые. Представьте, что у вас под тазом лежит циферблат, где? В сторону копчика у нас 12 часов, в сторону поясницы у нас 6 часов, и таз мы перекатываем то на копчик, то на поясницу, то на копчик, прогибаясь в спине, прям вызывая этот прогиб, то немножко отталкивая ногами пол от себя, прижимаем поясницу. Ощутите в этот момент, что у вас нет напряжения в ягодицах, вы это делаете не ягодичными мышцами, вы это делаете больше прессом, а когда прогиб, то поясницей, в этом нет ничего страшного. В одну, в другую сторону. Почувствуйте, что вдох помогает вам прогнуться, наполнить воздухом живот, и выдох помогает вам вернуться обратно. Движение очень хорошо расслабляет поясницу и дает возможность нашему кору с той стороны, квадратным мышцам поясницы, многораздельным, немножко расслабиться. И теперь подвигаемся с вами по часовой стрелке. Если мы лежали, и у нас 6 часов в сторону копчика 12 на себя, то мы перекатываемся, точнее наоборот, 6 часов на себя 12 в сторону копчика, и мы перекатываемся вправо, идем на 3, 6, 9, 12. И прям собираем эти цифры по циферблату, то отрывая к бы одну половинку таза, потом прижимаем копчик, прижимаем правую ягодицу, вжимаем поясницу и хорошо-хорошо двигаемся. Ощущая, как все это движение таза у нас вызывает движение во всем позвоночнике. В одну и в другую сторону. Сделали по 6 раз каждую. В одну прокрутили, выдох, вернулись. Можно положить руки вот сюда себе на поперечные мышцы, на эту точку, где мы с вами проводили тестирование, и ощутить, что в момент, когда вы таз подкручиваете на поясницу, у вас мышцы пресса здесь поперечные напрягаются, у вас нерасслабленные мышцы пресса здесь, а они подтянуты. И еще. Выдох. Руки остались там же, ноги соединили стопами вместе, и начинаем отводить в сторону левое колено, вызывая поворот таза вслед за этой ногой. У нас таз прям раскрывается в разные стороны. Хорошее вращение в пояснице будет, голова лежит вытянута. И на выдохе начните подтягивать мышцы промежности, зону тазового дна, и ощутите, что у вас это напряжение ведет к напряжению пресса, и вы подтягиваете сознательно дальше прессом, уже возвращаете ногу. На вдохе другая нога открывается, таз вращается в открытую позицию, плечи лежат, и вы выдохом начинаете собирать сфинктеры, начинаете подтягивать мышцы в леватор ани, потом идет пресс, и пресс уже тянет за собой внутреннюю поверхность бедра, и нога возвращается. Продолжаем. В одну, и выдох, в другую. Нам нужно по 8 раз в каждую сторону делать. Вдох, раскрылись, и выдох. В тазовое дно подтянулись, собрали хорошо мышцы пресса, обязательно все через работу живота делаем. Мы хотим сейчас сознательно его включить. Если он не включается несознательно, правильно, значит мы работаем с ним осознанно. В выдох подтягиваем. Обязательно в своих тренировках будем использовать горизонтальную плоскость движения, то есть все скручивания, потому что именно эта плоскость, она считается самой мощной, так как мышцам необходимо контролировать большую амплитуду движения суставов. В сторону, и обратно. А это упражнение еще и прекрасно расслабляет поясницу. Туда и подтягиваем. Живот. Все через тазовое дно. Пропускаем, не забываем. Вдох и выдох. Собираем, собираем, собираем. Расслабились. У нас осталось по последнему разу. Выдох. Раскрылись. И последний раз. Вернулись. Супер. Теперь колени останутся вместе, стопы вместе. Руки также ладонями вниз. И вы начинаете поворачивать две ноги, склеенные вместе, в одну сторону поворачивается вслед за коленями таз. Стараемся оставить плечо на месте. И выдохом мы начинаем также возвращаться вверх через подтягивание мышц тазового дна и мышц живота. Вернулись. Снова повернулись на вдохе в одну сторону. И выдохом вы начинаете подтягивать область таза. Здесь уже может быть чуть сложнее почувствовать сами сфинктеры. Но вы хорошо должны ощутить здесь именно мышцы пресса. Особенно здесь хорошо работают косые, конечно же. Ушли. И выдохом можно использовать давление рукой. Если вы повернули ноги влево, то левой рукой надавив на пол, помогите себе вернуться. Вы таким образом даете поддержку немного от мышц спины и помощи от них. И выдохом правой рукой давим. И начинаем пускать сначала как бы поясницу, прижимаем. Потом крестец и в последнюю очередь возвращаются колени. Во всем этом упражнении вы будете постоянно слегка скользить. Вперед, я имею в виду, по коврику. И выдох, прижимаем, как будто каждый позвонок поочередно. Вы не стараетесь вернуть ноги быстро, а вы прям вжимаете вниз спину. И еще по разу. Выдох, выдох. Вдох, выдох. Собираем. И последний. И выдох. Собираем. Руки положили сейчас вдоль корпуса. Ноги поставили на ширине плеч, не очень широко. И начинаем с того, что вы, как мы в тазовых часах делали, мы подкручиваем таз на себя. Вытягиваем переднюю поверхность бедер. Приподнимаем совсем немного ягодицы. Представьте, что вы хотите упластить спину. Прям вытянуть поясничный регион. И приподнимитесь наверх до того момента, пока вы чувствуете, что вы держитесь за счет задней поверхности бедер и ягодиц. Не нужно подниматься слишком высоко, потому что здесь уже будет включаться поясница. А мне хочется, чтобы ваши ягодицы сейчас стали активными. Шея, плечи расслаблены. И колени не расходятся в стороны, а остаются на месте. И в этом положении мы с вами подвигаемся, таз посмещаем вправо-влево параллельно полу. В одну, в другую сторону. И каждый раз, когда вы смещаете таз то вправо, то влево, вы как бы растягиваете то одну зону пресса, то другую. То одну внутреннюю косую растянули, то другую. Подвигались тазом вправо-влево. При этом максимально подкручиваем копчик под себя. Я, если чувствуешь, что начинает вставать поясница, опуститесь чуть пониже. Подвигайтесь вот в этой небольшой амплитудке. Не так высоко. Еще по разу. Раз, два. Остались ровно и подвигаемся с вами по спирали. Вы тянетесь то правым коленом сильно вперед, таз падает в левую сторону, то левым коленом сильно вперед, таз падает. Мы такое движение в пояснице создаем и работу в ягодицах. Раз, два, три. И мягко-мягко опустились вниз. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова